Посмотри какая композиция шикарная получилась. Там красные иероглифы, как будто мы в бордель все взломали. Добрел до остановки, покушал там в столбке, я нашел пресс-соус рабочий в четыре ура. И стою, жду, а что-то похолодало уже, сопли потекли, а я раз-раз, а у меня кончились салфетки. И на остановке лежит там пачка салфеток. Она полная была закрытая. Нормально. Вовремя, когда надо было. Я вот сейчас купил себе такие же салфетки. Оставь их на той же остановке следующему. Кстати мысль, да. Но сейчас уже не получится. Второй выпуск КПК. С вами снова разобранный светофор. Второй выпуск передачи КПК. Крафтовое пиво Китая. А не то, что вы подумали. Совершенно не копия других пивных шоу с двумя людьми, которые обзирают пиво. Совершенно не копия. Ничего общего с этими людьми нет. Я больше волновался, кстати, за КПК. Компартия Китая? Компартия Китая, да. Но нас не привлекут. Ну, мы пока не знаем. Будем и надеемся. Да, мы не знаем до сих пор ни реакцию людей, ни комментарий к первому ролику. Ничего, потому что мы записываем один за вторым, потому что не так часто собираемся. И раз уж собрались, то давай по-стахановски. Да. И если вы прочитали название этого ролика, оно не кликбейтное, это не шутка. Оно действительно так называется. Оно действительно так называется. И взял я это пиво именно из-за названия пивоварни. Пивоварня называется Писю. Ничего с этим не поделать. Это Писю Брюери. Вот так это называется пивоварня. И мы не знаем, что нас ждет. Я с этим пивом столкнулся очень странно. Я искал всякое разное китайское пиво и нашел некий сайт, где какой-то молодой паренек такого инженерского вида в очочках. Знаешь, он может в Китае где-нибудь на рынке телефоны чинить. Вот такой вот чувачочек. Где-нибудь паять он что-то должен. А он там обзирал разное пиво. И он что-то такой вот это пиво берет и там Писю, Писю, Писю. Я такой поржал немного. Человек, проживший в Китае, над такими вещами уже не смеется. Ну уже да, после суки-суки и тому подобное. Полина, я не знаю, ты знаком с Полиной из Диаспоры? Да, ну хорошо. Вот Полина в свое время какую-то шуточку очень хорошую сказала про то, что кто-то там прожил интервью. Про Полину, с которой ты делал интервью. Я Полину знаю еще раньше, чем ты ее узнал. Я еще с Хайнанью ее знаю. Мы с тобой это обсуждали, но не за камерой. Точнее, ну, не важно. И вот Полина в свое время сказала какую-то там тему хорошую на... Блин, капец, что я несу? В общем, и Полина в свое время хорошую шуточку выдала на тему того, что кто-то там, прожив в Китае, уже над всякими шутками, над шуточками про мужские половые органы, созвучные мужскими половыми органами уже не смеется. И так на самом деле. Но, блин, нельзя было не сделать этого. Пиво и пивоварня Писю... Ну, у тебя же русскоязычный канал. Да. Вот. Мне кажется, это достойно. Нашел я всего четыре пива от их пивоварни. Я не знаю ничего об этой пивоварне, никакой информации, ни сайта, ничего я найти не смог. Я обшарил... То есть мы по сути рискуем. Мы рискуем сейчас, да. И очень сильно. Я ничего не смог найти. Я выключил VPN и давай в Байду по их китайскому названию, просто там Писю Пиджю, начал искать хоть какой-то сайт, ничего не нашел. Слушай, а может мы не будем это дело пробовать? Я думаю, мы будем. Куда нам деваться? Мы уже начали. Я деньги, блин, на это потратил. Да. А много? Обошлось мне это пиво в шестьдесят девять юаней за четыре бутылки. Двадцать... Они что-то на четыре не делятся шестьдесят девять. Ну, нет. Там упаковка шла из четырех бутылок. То есть оно как бы продавалось типа четыре бутылки. Я нашел, опять же, магазинчик, который торгует различными пивами. И у них есть как, типа, можно одно пиво, но в количестве шести бутылок. Знаешь, такие упаковки сикс-пэки, да? А также можешь наборы каких-то пивоварен купить. Типа тестовые наборы. И вот у них был набор вот этой пивоварни. Что? С чаями-то. Да, да, да. Сейчас почти совсем есть такое. И вот они продают такие наборы попробовать. И вот набор пивоварни Писю, набор Писи... Писю. Не знаю, как это правильно. Писной набор. Да. Шел в количестве четырех штук. Больше я найти не смог. Я обшарил весь Таобао. Но при этом я нашел какой-то сайт с китайскими рейтингами пивасов. Там даже Балтика есть. Там есть русские пивасы типа Бакунина, еще что-то. Ну, такие крафтовые русские пивоварни, про которые я слышу от всяких пивообзорщиков, да? Я не пробовал. И такое в Китае, ну, найти практически, да, невозможно. Но я... Я, кстати, встречал, извините, перевел Балтику девятку. Да, ну, в русском ресторане-то стоит там. Нет. На миннаньском рынке, именно уличном, я был просто шокирован, когда... Балтика девять стояла? Стояла в банках Балтика девять, и рядом в этом же холодильнике стояли миннаньские вот эти холодцы с червями. Ага, ага, ага. Нормально. Это прям... Эти холодцы с червями только девятка и запивай, да, 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 да. Созданы друг для друга, да. Такие прям своеобразные продукты с своеобразным напитком. И вот, смотри, есть у нас, короче, четыре пиваса, о которых я не знаю ничего. Единственное, что мы можем о них узнать, вот мы возьмем первое, его, наверное, и вскроем. Их крепость, в данном случае четыре и девять крепости, и больше ничего нету. То есть, тут написан, конечно, состав, и состав я знаю только вот эта вода. Знак ГТО на груди у него больше не знает о нем ничего. Слушай, а я предлагаю немножко по-другому поступить. Внесу рациональное зерно в наш мир хаоса. Может быть, мы начнем от светлого к темному? А у нас есть темное. Ну, вот это темнее, чем это. Ну, мы так вот на свет можем посмотреть. Ну, это пшеничка. Это классическая пшеничка. Оно пшеничка, чем вот это. Это потемнее. Нет, я тебе сейчас объясню, почему ты не прав. Пока ты разбирался с пшеничкой, я тут прочитал название. Называется это лагер. Лагер, всем известное название, но китайцы не были бы китайцами, если бы это было просто лагером. Это называется Чао Си лагер. То есть, тут по-английски, я сейчас попытаюсь показать в камеру, видно будет или нет, написано Чао Си лагер. Си, соответственно, это море. Англоязычному ничего. То есть, Чао Си, знаешь, прощай море. Но на самом деле Чао это шторм. Да. И это лагер штормового моря. Ну, поэтично. Главное, чтобы не заштормило. Ну, это мы узнаем очень скоро. Это мы проверим. Так что, лагер штормового моря. Давайте вскрывать. Так как Дима человек, пролюбивший открывашку. Слушай, цвет мне уже нравится. Цвет прикольный. Я очень люблю просто янтарные цвета. А он максимально янтарный. Да, цвет очень хороший. Ну что, лагер штормового моря? А запах не лагерный. А запах? Запах не лагерный. Это я сказал, как житель Сахали на каторге. Да, запах не лагерный. В лагерях нет такого запаха? Только в пионерских. Слушай, очень много сладости в запахе. Очень много. Да, да. Прям очень много. Давай пробовать. Давай. Я вообще не понимаю людей, которые уделяют очень много внимания запаху. То есть, если у тебя он просто приятный, все максимально. Вот достаточно. Ты пришел его пить, а не нюхать. Если бы мы сейчас не снимали, мы бы просто сидели, пили и разговаривали. Да, мы бы его не нюхали. Гру бы не нюхали. Ну, есть пивасы, которые не надо поделиться впечатлением. Ну, вот это водянистое. Ну, как по мне. И еще у него есть какое-то послевкусие странное. Есть какая-то то ли затхлость, то ли вот что-то. Попробуй вот, попробуй раскатать его. Почему-то у тебя вот это самое. Не-не-не. У них у всех, у этих пивасов, вот эти, в прошлом ролике говорил, что у них есть вот плохие виды послевкусия. Это вот тряпка, затхлость, носки, потом есть еще эти потные ноги, картон. Я в сортах такого не разбираюсь. Сорян. Вот есть какая-то странность. Я попробовал. Но это не лагер. Вообще не то. Это прям не лагер. Это не то пальто. Не то пальто, вот. Нет. Я не скажу, что это плохо. А я скажу, что это не хорошо. Нет, ужасным я это не назову. Но хорошим тоже не назову. Оно не плохое. Не прям... Никакое. Ну, такое. Вот, ну, такое. Да, да, да. У него тоже, знаешь, ну, такое. У него есть какое-то послевкусие, которое мне не доставляет удовольствия. То есть, у меня пиво, на самом деле, не на так много категорий держится. Вот есть пиво, которое доставляет мне удовольствие. Есть пиво, которое, оно вот никакое в хорошем смысле. Я его просто хлячу под разговор, под хороший, знаешь, там, под закуску. Оно такое сопровождающее. Вот, нет, вот это я бы не сопровождал им еду, я бы не сопровождал им разговор. Нет, это если ты сидишь, ешь какие-нибудь чипсы или орешки. Ну, и забиваешь вкус. Да. Вот. Может быть. Но, честно... Но прямо специально покупать. Давай не будем забывать, что 69 юаней за 4 бутылки. Это у нас, с математикой у меня не очень, это где-то типа 17-16 юаней за бутылку. Да. 15 это будет 60 за 4. Ну да. И еще 9, соответственно, на 4 недели. 17 юаней, да. 17 юаней, это у нас 3 доллара практически. Два с половиной доллара, да. Это там 107-180 рублей. Я бы не отдал. Ну, ты знаешь, я с другой стороны, я не знаю, правда это или нет. Ну, не в том смысле, что правда. Но если, что, конечно, я сильно сомневаюсь, но такое иногда в Китае тоже бывает, дизайн этикетки совпадает с содержимым, то мы можем... Можете посмотреть. Это не китайская. Это японская. Это японская, да. И, может быть, китайцы пытались передать японский вкус. Я, конечно, сейчас понимаю, что я выгляжу эстетом с моноклем, но кто его знает. Слушай, ну, есть, на самом деле, логика в твоих словах, потому что... Это единственное оправдание существования этого пива. Есть знаменитая, на самом деле, картина. Это она и есть. Нет, это не она. Там еще лодочка должна вот здесь быть. Это под нее, типа, стилизованно под нее. Конечно, они не могут ее использовать. Да. И это, наверное, чуть ли не самая известная японская картина в мире. Один из. И, соответственно, штормовое море... Оригинал миллионы долларов стоит. Под что японское оно могло быть заделано, я не могу понять, потому что японцы тоже не сильны в пиве. На самом деле, японское пиво. Есть пивоварня... Ну, а вот... Асахи, саппора... Это все... Светлые сорта. Светлые сухие лагеры, которые, опять же, они безвкусные практически. Вот это ты сейчас... Ты ранишь мое сердце. Ну, они реально... Они безвкусные. Это лагеры, у которых сделано все так, чтобы они не мешали потреблять вкусную свежую еду. То есть, они созданы для того, чтобы не мешать еде. Они сопроводительные. И вот это не может быть сопроводительным, потому что вкус у него есть. Оно может перебивать вкус каких-то снеков или что-то такое. А лучше вкус вот этого перебивать снеками. Наоборот, подходить. Просто я говорю, что... Они... И не я, они дополняют друг друга. Вот китайская модель бизнеса. Да. Отличное пиво к чипсам с ярким вкусом. Как-нибудь джанк-фуд. Да. Отличное пиво к джанк-фуду. Так просто от заплатить 3 доллара за эту бутылку я бы не стал. Ну такое, да. Да. Как пиво, ну такое. Переходим дальше. К водным процедурам. Да. К пивным. Подожди. Так, тут тоже, слушай, какое-то море. Ночное море, что ли? На самом деле, это у нас пилснер. Но китайцы не были бы китайцами. Я уже устал, на самом деле, это нести. Это чушь нести, если бы они назвали это просто пилснером. А также нести. Это называется си-дейшн. Ну, си-дейт, это типа успокаивать. Как седативное, знаешь, лекарство, да? И, соответственно, си-дейшн лагер, это успокаивающий лагер. Но здесь слово си выделено как море. Видишь? Вот море. Ну да, хай, да. А в английской версии написано си и потом дейшн маленькими буквами. Цвет, кстати, цвет шрифта и цвет бэкграунда этого, он заслуживает отдельной дизайнерской награды, да? Да, именно этой бутылки и именно вот. Хотя, казалось бы, красный синим комплементарные цвета не должно быть яркое одно друг на друге, да? Да, но есть еще куча оттенков. Вот здесь максимально подобрано так, чтобы невозможно было это нормально прочитать. Ладно. Наливаем. Штормовое. О, это не штормовое. Вот это было штормовое море. Да. А это у нас... А это у нас... Успокаивающее. Успокаивающее. Седативное море. Да, успокаивающее. На самом деле... Си как море, оно не седативное. Да. Оно не... Ну там, понимаешь там... И оно прямо написано си, а потом дейшн. Дейшн прям вот отдельными маленькими буквами. Понятное дело, что можно сказать, что это типа не лагер, это си-дейшн лагер. Это наш собственный стиль. И что вы хотели вообще? Но давайте будем честны. Пилснер, если вы что-то называете пилснером, вы должны попасть хотя бы в определенный стиль. Что такое пилснер? Это чешское пиво, сваренное по вот тем законам, по тем канонам, которые пошли из деревеньки Пилзань. Это должен быть слегка горьковатый лагер. Должен быть классический лагерь с легкой горчинкой. Пахнет он, кстати, довольно-таки классическим лагером. Пахнет неплохо. Нормально. Пахнет. Ну типа пахнет пивом. Неотвратительно. Неотвратительно. А ты знаешь? Ну типа ок. Ну типа да. Неплохо, нехорошо, очень неплохо. Совсем неплохо. Вот что скажу. Первая мысль. У меня несколько мыслей по поводу этого пива. Согласен. Первая мысль. Это можно пить. Это не отвращает. Вообще никак. Второе. Это очень китайское пиво. Я не знаю почему, но мне вот... Если бы я это пиво попробовал с закрытыми глазами где-то, я бы сказал, блин, мне кажется это пиво сделано в Китае. Не знаю почему. Вот оно похоже на все вот эти китайские, прям сделанные конкретно для китайцев пивасы. Не знаю почему. У меня нет объяснения этому. Но вот именно такая мысль у меня в голове. Я с тобой поспорю. Оно очень похоже на российское жигулевское. Я просто очень давно не пил российское жигулевское. А, а я вот просто месяц был в России. Буквально февраль. Я был в России весь. И я специально попробовал все популярные. Ну как бы я давно не был дома. Конечно. И вот это очень российское пиво, которое сейчас продается в полуторалитровых там баклажках. В России можно купить практически любое пиво. И вот оно вот такое. Да? Нормально. А мне вот оно показалось очень китайским, но только в три раза более насыщенным. То есть китайское пиво всегда очень водянистое. Именно такое классическое. А тут вода чувствуется? Тут тоже чувствуется вода, но оно все равно насыщеннее, чем в среднем по палате китайский топивас. Какой-нибудь Сидрин или там что-нибудь. Сидрин так-то не ругай. Ну, Сидрин это вообще отдельная категория. Ящик можно выпить вообще. Тут бегать просто, потом замучаешься. Ну, вот сейчас я это пиво допил. Сколько во мне там? Сто пятьдесят пять миллилитров, да? Или около того. Ну, сто шестьдесят с чем-то миллилитров, если я разлил пополам. И никакого отвращения я не испытал. Нет, отвращения нет. Безусловно. Вот это пиво норм. Но только проблема в том, что такое же точно пиво можно купить в три раза дешевле. Везде. Везде, да. И если ты хочешь как бы, извините за выражение, выделиться. 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 Можно выяжаться. Да. И при этом не хочешь ничего экстремального. То есть хочешь попить то же самое, но только с понтами. Да? Ну, вот, типа, писю. Знаешь, нет. Но это можно произвести впечатление на каких-то китайцев. На иностранцев. Нет, на иностранцев. Произвести впечатление тем, что все выбрали свои сорта, а ты такой, типа, а я писю. Ну, это русские только могут найти. Это только на русскоязычных иностранцев. Нет, ты просто. У тебя какие-нибудь там знакомые приехали. И только на определенную категорию. Да. У тебя приехали знакомые какие-нибудь из ней русскоязычной страны. И все набрали там пиваса в баре. И ты такой, типа, а вот у меня есть любимое пиво. Оно называется Sedation Lager от компании Pisa. Ну, они шутку не оценят. Ну, и для них это будет, ну, просто очередное слово. Ты вскрыл, налил, и все подумали, что у тебя, да, есть какой-то твой хитрый любимый сорт. А на самом деле ты выпил просто, блин, обычного пива. У тебя был какой-то план, и ты его придерживаешь. Да. И твой план был выпить обычного пива, но показать моноколи шляпу. Не, вообще, это точно не... Не-не-не, я имею в виду тем, что это что-то необычное с виду. То есть ты выпил-то обычное, но все подумали, что ты в моноколи шляпе просто потому, что, ну, типа, какое-то странное пиво китайской пивоварни, крафтовое. Это можно брать только, если другого вообще ничего нет. Я бы вообще это брать не стал, потому что... Нет, я говорю, это можно брать только, если ничего другого вообще нет. Ну, вообще ничего, да. Потому что на стоимость вот этой 0.33 можно взять 2 по 0.5 Хайникина. Это если в магазине в баре одну. Ну, да, в баре... Вот это в баре будет стоить опять же юаней 40. Ну, да. Да, да. А за 40 можно взять 2 Хайникина. Да, за 40 можно взять 2 Джек Дэниелса и еще лучше будет. Нет, ну, если мы говорим пиво, да, все-таки. Или 2 Карлсберга каких-нибудь. То есть обычный евролагер можно взять, да. 2 больших по 0.5. Европейский лагер будет лучше. Да? Да, да. Оно того не стоит. Ну, реально, ну, этих денег оно не стоит вообще. А, кто это? Третье наше сегодняшнее пиво это... А, это пшенечка. Roar wheat называется. Roar это рык. Трава? Нет, roar это рык. Меня больше вид взбудило. Ну, wheat в данном случае не weed, не двойное. А, wheat. Пшеничка. Всё. А рык пшеницы. Пшеничий рык. То есть ты результат понимаешь, да, какой будет? Не рыг, не от рыг. А пшени... Это китайское. Надо учитывать специфику. Да, да. Мне очень нравится, что это... Понимаешь? А что за ируглиф? Можно я культуру? Пшеничий рык. Пшеничий рык. Рык пшеница. Рычащая пшеница. Какие еще можно переводы сделать к слову roar wheat? Просто как эти два слова вообще попали в одно словосочетание? Рычать и пшеница. То есть это вот те слова, которые никак не должны быть вместе. Но ты будешь это делать после этого пива. Есть такой... Есть такое подозрение. Подозрение. Но мутное оно максимально вообще прям, конечно. Давай. Как дедушкин самогон. Как дедушкин самогон. Из деревни. Первачок. Нет, первачок он как раз таки наоборот. Он чистенький, как слеза. Нет. Первачок не чистенький. Первачок-то как раз мутненький. А вот отфильтрованный хорошо. А! Дистиллят. Да, да, да. А вот первак он мутненький. Вот как раз так. Ну, прям вот я сейчас сквозь свет смотрю. И оно прям, ну вот... Да. Ну, это пахнет прям ярко. Да? Прям ярко-ярко пахнет. Слушай, ну, на цвет это прям классическая такая хорошая пшеничка. На запах не классическая пшеничка. Ну, пахнет еще алкоголем, да. И пахнет кислинкой. У нее есть кислинка в запахе. Ну, вот это вот брожение. Да. А пшеничка должна сладковатой быть. Дрожжевой вот этот запах. Да, да, да. Вот пшеница и дрожжевой запах. Да. Подбродившая пшеничка. А вот рык, рык. Да. Кориандр. Да. Да, кстати, да. Кориандр. Вот прям конкретно кориандр. При чем здесь пшеница? Ну, хлеб бородинский. Да, он же на кориандре. Почему он бородинский? У него вкус кориандра. А, да? Да. А я в набросе засчитал, что бородинский это вот прям вот такой вот черный хлеб. И вот этот яркий вкус бородинского хлеба создает кориандр. Я в набросе засчитал, что бородинский это самый такой дешманский. Это вот такой, ну, черный. Не-не-не-не. Это вот эти черные батоны с семочками таким с полом. А, да. Это бородинский хлеб. Это бородинский хлеб. Это бородинский хлеб. У нас он как-то по-другому назывался. Не знаю. Ну, то есть вот хлеб бородинский. Злаковый. А, ну, злаковый это другой совершенно. Ну, вот это прям вот конкретно кориандр. Это кориандр, да. Прям вот как будто тебе сунули туда и... Ну, пока вот из этих всех вот этот мне прям... Он интересный. Он очень интересный. Вот он необычный. Вот из всех, что мы сейчас попробовали, вот этот я пока могу порекомендовать, хотя бы могу порекомендовать. Берешь селедку и лук, съедаешь и запиваешь этим пивом. Ну, хлеб же черный у нас хрен достанешь, да? А это пиво, оно в Китае сварено, его найти можно. Селедка, лук и бородинское пиво. Ребята из компании Pissu Brewery, если вы когда-нибудь посмотрите это видео и вы захотите это пиво продавать на российском рынке, а вот это можно продавать и нужно продавать на российском рынке... Единственное пока из того что попробовали. Да. Это выбьет очень много ностальгических слез у людей, которые ели тот самый бородинский хлеб. Назовите его бородинской пшеничкой. Бородинский... Подожди, а бородинский он же еще не пшеничный, он из... Он не пшеничный, он же... Черный хлеб... А из чего черный хлеб делается? Из муки. Это вкусно. Это вкусно. Это оригинально. Очень. Очень. Это можно рекомендовать. Вот если в баре заказывать, то не это, а вот это. Да. Это первое пиво из линейки пивоварни Pissu, Pissu, Pissu. Которое реально стоит попробовать. И блин, приехать в Китай и ощутить в пиве вкус бородинского хлеба. Как по мне прикольный экспириенс. Я допью с удовольствием. Блин, прикольный кориандр. Удивительный факт, что кориандр это достаточно популярная специя. И, например, в том же Хугардене кориандр используется. Но там еще используется куча цедр и прочее. Но и не в таком объеме. Вот, я про чё и хочу сказать, что там он замешан вот с цедрами, с прочим. Да. Там есть так называемая банановость вкуса. Там есть всякие штуки. Гамма. Здесь прям вот просто удар кориандром. Да. Прикольно. Получи распишись. Да, да, неплохо. Неплохо. Очень неплохо. Последним нашим сегодняшним пивом будет дюнкель. Дюнкель это темная пшеничка. Немецкий классический сорт. Мы вот тут его уже подразлили. И оно на самом деле больше коричнево-шоколадное, кофейное такое. Знаешь, вот реально похоже на кофе. Да, очень кофейный цвет. И вообще это должна быть темная пшеничка, как я уже сказал. Но китайцы не были бы китайцами, если бы это была просто пшеничка. Просто пшеничка. Это Black Sea Dunkel. Соответственно, Dunkel Черного моря. Черноморский Dunkel. Чей Dunkel? Чей Dunkel? На самом деле один вопрос. Какое блин отношение Черное море к этому имеет? Как бы следуя китайской логике, ну типа это черное, у нас все про море и это Dunkel. Черное море Dunkel. Черноморский Dunkel. Нет. Оно скорее не Черноморское, а скорее море черное. Черное море. Темное. Dunkel темного моря. Цвет. Имеется ввиду цвет, а не именно Черное море. Ну да. Я вот тоже думаю, что здесь скорее обыгран цвет и общая морская тематика. Да. Потому что вся линейка выдержана в одном стиле. Черное пиво должно быть в черном, а еще как выяснилось скорее всего у них, ну после того, как придумали налить черное пиво в бутылку, темное пиво в бутылку, выяснили, что оказывается есть еще и Черное море. Да. Они просто совместили приятное с полезным. Но как мы вот уже за кадром на самом деле тут заметили одну тему, что все в японском стиле. Все. Да. Китайское. Оформление. А может быть дизайнер был японец, кстати. Как вариант. Вполне могли нанять. Китайцы в последнее время вот с этим легким новым китайским национализмом, они как-то не очень приемлят для местных продуктов. Понимаешь, здесь очень мало английского, да, здесь только вот есть английское одно слово. Это пиво ориентировано в первую очередь на внутренний рынок. Да. И очень странно, что обыграны именно японские тематики. Ну ты знаешь, никто не жалуется, например, на Хондах, на Тойотах. Может быть, может быть. Вот эта многослойность китайская, она такая. Очень своеобразная. У них нет такого, что они не любят японцев, особенно серию вообще прям ненавидят. Но сушибары любят. Но в сушибар ты не зайдешь в пятницу вечером. Да. Ты не найдешь там просто место. И японскую машину тебе придется по предзаказу покупать. И пиво у тебя будет с японским дизайном. Ладно, давай. Так что вполне могли нанять японского дизайна. Ну, как это, проверим органолептические свойства. Да. Мне нравится. Кофе, карамелька и шоколад. Ты знаешь, напоминает кофе, которое было... Который. Пожалуйста. Сейчас можно уже говорить, который. Но не нужно. Можно, но не нужно. Пожалуйста. Очень прошу. Хорошо. Это не я придумал, Саряныч. Да. Пожалуйста. Очень прошу. Хорошо. Это... Нет. То кофе, о котором я хочу сказать, оно... Оно. Оно, да. Да. Когда я был студентом, вот у нас в столовой давали кофе. Вот. Вот. Вот этот. Тот самый вкус. Ха-ха-ха. Аромат. Из... Из... Из такого бака, знаешь, большого в столовой. В студенческой. Ой-ой-ой. 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 Ух-ха. Как кто-то же... Я понял, где Гоголь сжёг второй том мертвых душ. Да. Да-да-да-да-да-да-да. Здесь. Оно лёгкое. Оно 4,8. Оно... Оно не сшибает. Оно... Оно... Горелое. Мне кажется, в нём шину сожгли и растворили. Слушай, ну... Это плохо. Я повторюсь. Гоголь сжёг второй том чёрный... Мёртвый душ. Мёртвый душ, да. Именно вот в этом... Заливая вот этим. То есть собрали воду. Это вода. Пропущенная через костёр. Пропущенная через костёр, да. Причём не самый свежий костёр. Вчерашний костёр. Постоял ещё. Да-да-да. Постоял. Вот эта кислинка оттуда такая пришла. Подпрелого костра. Вот. Подпрелая. Подпрелая, да. После вот этого яркого предыдущего кориандрового пива. Да. Такой прям... Я это допью. Исключительно из-за того, что... Из любви к искусству? Нет. Из любви к деньгам. И потому, как говорит моя жена... Because I pay for it. Я за это не платил. Я допивать не буду. Сорян. Сорян. Я не составлю тебе компанию. Вот, ребята. Если вот такое, видите, берите. Остальное не стоит. Да. Единственное достойное яркое пиво, которое по-настоящему оригинальное. Да. Знаешь, у меня есть ощущение, что оно случайно вышло таким хорошим. Судя по... Если экстраполировать, то да. Да. Они просто экспериментировали, экспериментировали. И потом все свои эксперименты выпилили. И вот единственное, что у них вышло. Абсолютно случайно. Они такие, типа... А сейчас надо чуть-чуть кориандра. И просыпали слегка много. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Хотели... Кто-то открутил крышку. Да, да. Она просто выпала. Вот. И пепельница упала. А! В пепельницу налились спирта, и вы... И случайно это все опрокинули. Вот единственное, в чем я с тобой не соглашусь, я спирт не чувствую совершенно. Ну, оно же алкогольное. Не, понятно. Но вот у меня ощущение, что кто-то вылил в пепельницу вчерашний кофе, пропущенный через костер. Нет. Я скажу так. Люди сидели, пили пиво. Ага. Светлое. Вот. Курили. Большая пепельница. Загорелась салфетка. Угу. Вот. Затушили пивом. Вот. А потом все это случайно упало в бакс кофе. Ну, вот как вариант. И получилось вот это. Да. Ну, чтоб не получилось. Но оно получилось. Да. Черноморский Дункель просто нет. Нет. Просто не надо. Пожалуйста, не надо так. Я даже не знаю. Тут надо ставить лайки. Нет. Вот этому пиву не надо ставить лайки. Хотя... А нашему ролику надо. Нашему ролику надо, да. Наверняка. Но, хотя, ты знаешь, я не берусь утверждать за всех. Вот, что-что. А жизнь на чужбине приучила меня к тому, что люди офигенно разные. Согласен. Я не удивлюсь, что если... Я не удивлюсь, что это вообще первое место занимает среди каких-то кругов определенных. Я не знаю, какие. Да. Я вот тоже не удивлюсь, если найдется человек, который скажет, типа, блин, оно крутое. Я не удивлюсь, если найдется довольно большая группа людей, которые скажут, да вы что, блин, это само то, что вот нужно только. Ну, не мы. И они нам не друзья. Мы не одну. Не, может быть мы знаем таких людей, но они не знают о существовании этого пива. Никакое, не очень, вообще не надо. Нет. Это ну такое. Ну такое. Ну такое, да. Никакое. Никакое. Вообще не надо. Вообще не надо. Попробуйте. Прикольно. Это классно. Это прикольно. Это классно. Поэтому пивоварни Писю мы сегодня ставим ну такое. Ну такое. Из десяти. Хотя, вот это стоит того, чтобы попробовать. Да. Это реально интересное пиво. Но, как уже говорили до этого, скорее всего это пиво получилось абсолютно случайно у них. И вряд ли они его планировали сделать именно таким. И такие, типа, кориандра, надо много, люди любят пиво со вкусом бородинского хлеба. Слушай, а может они просто сыпали все подряд в чан? Может быть. И что получилось? Скорее всего, да. Я не удивлюсь, если у них тоже сорок сортов. Я надеюсь, мы их не будем пробовать. Нет. Меня не хватит. На четырех мы остановимся. Этого достаточно. Вот такая была пивоварня Писю. Как оказалось, из города Шанхая. Тут написано на этикетках. Что неудивительно. Да, Шанхай вообще на самом деле центр всех инноваций Китая. И очень много трендов идет оттуда. Но вот этот тренд мы, к сожалению, с Колей не оценили. Ну, кроме вот этого. Кроме вот этого пива. Вот это выделяется прямо очень-очень. На этом мы будем потихоньку заканчивать. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ставьте лайки. Или дизлайки. Не важно, что вы ставите. Подписывайтесь. Звоните в колокольчик. Звоните на домашние. Барышня. Пишите комментарии, что бы вы хотели еще увидеть. Может быть, вы знаете о какой-то пивоварне китайской, о которой мы еще не слышали и которая точно делает прикольное, интересное, оригинальное пиво. Мы его найдем и обозрем. А может, я обозрю. А может, Коля придет. А на этом все. Спасибо за просмотр. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok